Не бойся, не слабо, я с тобой, пусть и мир в жизни. Нарушения слуха, зрения, движения не мешают людям выступать на сцене. Не должны ограниченные возможности здоровья препятствовать и работе, уверены организаторы чемпионата Обилимпикс. На торжественном открытии собрались те, кто хочет реализоваться профессионально, несмотря на особенности здоровья, и те, кто может дать такую возможность. Вот у нас работает несколько инвалидов. В частности, есть интересный человек Геннадий Марков. Он без рук. Шести лет он потерял руки. Ну, была такая маленькая авария. И сейчас он у нас работает водителем. Очень профессионал в своем деле, уникальный человек. Сейчас мы ищем у нас такие, как бы, есть идеи в области ландшафтного дизайна, в области менеджмента. Александра Плотникова закончила филиал МГУ в Ташкенте. По направлению психология. Без дела не сидит. На деньги президентского гранта в Кондопоге организовала проект по созданию творческой мастерской для детей с психическими нарушениями. Но работу по специальности пока найти не может. В Ташкенте я работала в репутационном центре для детей. И там мы в родительском клубе занимались и с родителями, и с детьми. И там я вошла в течение арт-терапии. Всегда творчество было мне очень близко. И поэтому смесь психологии и творчества – это вот та область, в которой мне очень комфортно. Соревновательная программа чемпионата стартовала с площадки по системному администрированию. Молодым людям нужно было развернуть сеть на две рабочих станции, подключить к реальному интернету и проверить ее работоспособность. Для Даниила это несложное задание. Он – магистр информатики и вычислительной техники. Окончил Петрозаводский госуниверситет. Но с работой ему пока тоже не везет. Тут конкурентная среда большая. То есть есть много здоровых людей, которые тоже с таким же образованием, как у меня. И получается работодателю проще со здоровыми. Потому что его можно запрячь чем-нибудь дополнительным. Работодатели будут участвовать и в ярмарке вакансий, и в качестве экспертов. И проедут по всем станциям, они будут смотреть соревнования. Для чего это делается? Для того, чтобы они посмотрели, что люди с ограниченными возможностями, на самом деле без ограничения возможностей, они могут быть очень компетентными специалистами, могут быть востребованы, могут быть эффективными для бизнеса. На протяжении трех дней на разных площадках города специалисты с ограниченными возможностями будут соревноваться в области экономики, бухучета, ремонта автомобилей, а также флористики, клининга, малярного дела, художественном вышивании. Лучших специалистов пригласят на работу.